Друзья, приветствую всех на моем канале, с вами Александр Никулин. Продолжаю свою шахматную партию в виде резьбы фигур, ну а сегодня продолжаю делать шахматного короля. В прошлой части нашему бойцу вырезал властную и злющую небритую царскую физиономию, которую в этой серии буду прилаживать и вырезать все остальное. Долго искал и наконец придумал образ короля. Вариантов было, конечно, много, сперва думал вырезать в виде рыцаря в влащенных доспехах, но побоялся, что хоть и фигура короля немного выше, чем фигура слона, можно испутать. Да и корона в доспехах особо не смотрится, но это лично мое мнение. Ну а пока решил нашему бойцу доделать царский головной убор, на котором будет красоваться корона, которую будут детализировать к концу резьбы короля. Прорезав не глубокий фон на так называемом шлеме, решил попробовать сделать новый рисунок с помощью полукруглых стамесок. Получилось вроде ничего, но фон можно было и глубже прорезать. Думаю, в дальнейшем этот рисунок буду использовать в детализации доспехов. Сам рисунок похож на чешую, вроде простой, но требует точности и разметки по краям самого рисунка, точнее фона, на котором нанесен рисунок. А так как в некоторых местах полукруглая стамеска вылезает до края фона, пришлось подгонять рисунок прямыми мини-стамесками, а также ими закруглять чешую. Музыка Музыка Ну и в конце добавил маленький штрих. С помощью гравера и круглой насадки на каждой чешуе выгравировал точки. После нехитрой резьбы головного убора приступил к резьбе, точнее прорезанию и приданию формы плечей бойца. Пока подгонял плечи, вылезла неожиданность. Да еще такая трухлявая, в виде сучка, не зря его так называют, взялся откуда ни возьмись. Но, слава богу, был не такой большой сучок, после углубления также пропал. Скептики, конечно, скажут, что так испугался, сучок сучком был да и пропал. Да нет, друзья, были случаи, что и заготовку выбрасывал. Сверху вроде темная маленькая точка, начал прорезать, точка превратилась в огромную трухлявую яму на пол заготовки. Есть, конечно, способы борьбы с ними, как-нибудь покажу. Но тогда был не тот случай, вся работа на смарку пошла. Слим, конечно, такое редко бывает, но метко. Музыка 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 После того, как предварительно сформировал плечи бойца, приступил к прорезанию доспехов. Точнее, нагрудника короля, попутно замеряя и подвесовывая контрольные линии. Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На нагруднике таким же образом, как и на головном уборе бойца, прорезал рисунок в виде чешуи. Снимать это уже не стал. И приступил к прорезанию и дальнейшему формированию плечей. Верхняя одежда короля будет состоять из плаща, на котором прорежу ворот в виде звериной шкуры. Но это будет во время детализации под конец резьбы. Ну а пока придаю предварительную форму. КОНЕЦ КОНЕЦ Прорезал расположение рук. Ладони в перчатках. И будут выглядывать из-под плаща короля. Поэтому придется сильно углубляться в породу. Ну и естественно в руках будет оружие в виде меча. Но это уже детали. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Пару дней назад пришла долгожданная посылка из интернет-магазина. Там я заказывал гибкий вал для дремеля, штатив для гравера и кое-какие мелочи. Я поражаю щедрости наших буржуев, о которых расскажу и покажу в конце ролика. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok После тяжелых продолжительных грызаний в породу, формируя ладони и торт нашего бойца, перехожу к формированию ног и ступней. А для этого необходимо углубиться еще дальше при помощи гравера из стамеса. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что же я там увидел? А нашел я там гибкий вал, который и так там должен быть. Не было там ни фуфты, ни цанки. В общем, спасибо тебе, Дребень, за предоставленный бонус, который ты и так бережно упаковал в целлофановый пакетик и нарисовал плюсики со всех сторон упаковочной коробки, чтобы я не забыл, что он там есть. Ну а теперь посмотрим, что там с моим порванным тросом, который я спаял больше недели назад. О, думал, будет хуже, учитывая мой опыт с паяльником. И трос, по ходу дела, еще поработает. Даже не буду менять новый гибкий вал. Тем более, этот порванный трос, работая неделю, по нормам превысил все нормативы нагрузок, работая на самых высоких оборотах моего дремеля. И посоветовал бы производителю делать гибкий вал на 25-30 сантиметров длиньше. Уж очень короткий, поэтому и рвутся при сгибе. Ну вот еще одна нужная покупка. Штатив под гравер. На коробке плюсиков нет, значит бонусов тоже нет. А то боюсь, что производитель расщитился и положил бы туда лишний шуруп или вторую инструкцию по сборке с штативом. Перед остановкой пришлось сделать вот такую приблуду. Иначе ширина моего верстака не позволяла прицепить штатив. Ну так даже лучше. Не надо каждый раз отворачивать штатив от стола, а просто снял и убрал. Ну что ж, друзья, на сегодня все. Своего бойца буду доделывать в следующем видео. Кому понравился ролик, ставим палец вверх. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Все вопросы в комментариях. Всем желаю удачи. С вами был Александр Никулин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...